Добрый день, друзья! Меня зовут Неля и вы на канале Готовить Просто. Сегодня предлагаю 5 очень вкусных, простых рецептов из мяса, которые можно приготовить на праздничный стол, либо разнообразить ежедневное меню. Все рецепты очень простые, разные и доступные. Напоминаю, что список всех ингредиентов вы можете найти в описании под видео. За счет того, что куриное филе и овощи готовятся в собственном соку, блюдо получается невероятно вкусным и сочным. Бумагу можно заменить на фольгу, не менее вкусным такое блюдо получается и в горшочках. Для приготовления нам понадобится филе 2 штучки, 1 небольшой помидор, 4-5 клубней картофеля, твердый сыр 50 грамм, болгарский перец половинка, 1 небольшая морковь, брокколи, примерно 8 штучек. Для соуса соль, перец, паприка, соевый соус, йогурт, либо сметана, растительное масло и чеснок. Первым делом я подготовлю куриное филе. Промываю его под проточной водой. С обратной стороны я делаю надрез от малого филе и верхнюю часть. Она толще, чем остальное филе. Таким образом, хочу сделать ее тоньше, чтобы мясо равномерно пропеклось. Кладу на доску и делаю неглубокие надрезы, доходя ножом приблизительно до середины. Учитывайте, что мясо, несмотря на то, что я его чуть надрезала, все равно будет разным по толщине в разных частях. Делаю надрезы еще поперек. Мясо я буду мариновать и нарезаю его таким образом, чтобы маринад проник как можно глубже. Со вторым филе поступаем точно так же. Приготовим маринад. В миске смешиваем растительное масло без запаха 100 мл, 50 мл соевого соуса, солим, перчим по вкусу, 1 чайная ложка сладкой паприки, 3 столовые ложки сметаны, либо йогурта без добавок и измельченный чеснок. Два небольших зубчика. Хорошенько перемешиваем. Заправка получится чуть солоноватой. Пусть вас это не пугает. В соединении с мясом и овощами солонность блюда получится умеренной. Обволакиваем мясо маринадом со всех сторон. Кладем в миску. И пока отправляем в сторону мариноваться. Подготовим остальные продукты. Прежде чем запекать брокколи, я его отварю. Вымываем его и срезаем соцветие с центральной ножки. Вместо брокколи можно взять цветную или бруссельскую капусту. А также сделать ассорти из брокколи и цветной капусты. В сотейнике доводим воду до кипения, подсаливаем и отправляем в нее подготовленные брокколи. Варим с момента закипания 3 минуты. Затем перекладываем соцветие в ледяную воду. Это нужно для того, чтобы капуста сохранила свой насыщенный зеленый цвет. 4-5 клубни картофеля чистим, моем и нарезаем на такие продолговатые кусочки. Я сначала разрезаю пополам, а потом каждую половинку на 4 части. Болгарского перца нам понадобится половинка. Больше не нужно. Также нарезаю небольшими кусочками. Сыну в школе дают такую морковь, он ее не кушает, домой приносит. Я обычно добавляю ее в свои рецепты, как и сейчас. Нарезаем небольшими брусочками. Соединяем в миске брокколи, морковь, перец и картофель. Перемешиваем. Все ингредиенты подготовлены, теперь займемся формочками для выпечки. Выпекать я буду в лодочке из пергамента. Для этого вырезаем лист пергамента размером 50 на 40 сантиметров. Загибаем небольшими полосками, формируя гармошку. Ширину выбирайте сами. Теперь с обеих сторон посредине делаем разрезы приблизительно по 5-6 сантиметров. Затем с одной стороны делаем отверстие. А другую сторону складываем пополам и проделываем в это отверстие. Точно так же поступаем с другой стороной. Расправляем в срединку. У нас вышла вот такая лодочка из пергамента. Выкладываем половину овощей в одну лодочку и остальные в другую. Проверяем мясо. От маринада оно потемнело, хоть и постояло недолго. Перекладываю его пока на тарелку. А маринадом, который остался в мисочке, поливаю овощи. Его получилось не очень много. По 2 столовые ложки на каждую порцию. Сверху выкладываю мясо. И отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов. На 50-55 минут. Время выпечки зависит от духовки. Наша цель, чтобы все овощи приготовились и стали мягкими. Для мяса этого времени также достаточно, чтобы оно приготовилось. Посмотрите, как лодочки, даже загруженные, хорошо подаются транспортировке. Отлично держат форму и не распадаются. По истечении времени достаем блюдо из духовки. Проверяем на готовность картофель. Добавляем нарезанный помидор. Посыпаем сверху натертым сыром и зеленью. У меня укроп, но можно и петрушку. Отправляем в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр чуть расплавился. Блюдо готово. Подаем к столу. Оно получилось очень сочным. Мясо и овощи мягкие, нежные, буквально тают во рту. Такое блюдо отличный вариант для приема гостей. Во-первых, все ингредиенты можно подготовить заранее. А во-вторых, пока оно готовится, у вас будет достаточно времени, чтобы привести себя в порядок к приходу гостей. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного блюда из фарша. Его можно приготовить к обеду, ужину, либо на праздничный стол. Получается вкусно, сытно, оригинально и отлично сочетается с любым гарниром. Кроме того, такие гнезда из фарша можно замораживать. Для приготовления нам понадобится фарш 1 кг, куриное яйцо, соль, перец по вкусу, чеснок 2-3 зубчика. В блюде я буду использовать 3 начинки. Для первой начинки нам понадобится небольшая луковица и морковь и половинка болгарского перца. Для второй начинки понадобятся грибы, лук и маринованные огурцы. Третья начинка самая быстрая в приготовлении. Для нее нам понадобится сметана, твердый сыр, одно яйцо и зелень. Для всех вышеперечисленных пропорций твердый сыр для посыпки 100 г. Начну я с приготовления основы. На 1 кг фарша я добавляю 1 яйцо, соль, перец по вкусу и 2 измельченных зубчика чеснока. Хорошенько перемешиваем. При желании можно добавить 2 кусочка хлеба, размочить в молоке и добавить в фарш. У меня сегодня вариант без вреда для фигуры. Теперь займемся начинками. Я предложу вам 3 варианта, чтобы вы могли выбрать для себя. Хотя начинки могут быть самые разные. И если у вас будут свои варианты, что можно добавить в это блюдо, я всегда рада новым идеям. Первая начинка с луком, морковью и болгарским перцем. Одну небольшую луковицу нарезаем кубиком. Болгарский перец нарезаем точно таким же образом. Одну небольшую морковь натираем на крупную терку. На сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла. Первым высыпаем лук. Обжариваем его на среднем огне, помешивая до прозрачности. Затем добавляем морковь. Тушим овощи пару минут. Добавляем болгарский перец. Солим по вкусу. Пассируем овощи 2-3 минуты и выключаем. Вторая начинка с жаренными грибами и маринованным огурцом. Грибы, у меня шампиньоны, нарезаем небольшим кубиком и высыпаем на сухую сковороду. Обжариваем, пока испарится вся жидкость и грибы уменьшатся в объеме. Теперь добавляем пару столовых ложек растительного масла и половинку лука. Перемешиваем. Солим, перчим по вкусу. Тушим все вместе 3-4 минуты. Лук должен стать мягким. Тем временем нарезаем маринованный огурец на небольшие кусочки. Количество регулируйте сами. Обжаренные грибы с луком пересыпаем в мисочку. Добавляем к ним огурцы. Все тщательно перемешиваем. Третья начинка готовится быстрее всех. В миску наливаем 100 г сметаны. Добавляем 1 куриное яйцо. Зелень. У меня петрушка. Можно укроп. Тщательно перемешиваем. Солим, перчим по вкусу. Теперь добавляем 100 г твердого сыра, измельченного на мелкую терку. Перемешиваем. Начинка готова. Из подготовленного фарша слепите небольшие шарики. Вес каждого шарика примерно 120 г. Выкладываем их на противень, засланный пергаментной бумагой. С помощью мокрого стакана сделайте в центре небольшое углубление, чтобы было похоже на небольшое гнездышко. Если нужно, подкорректируйте ложкой, либо руками. Фарш бывает разный. У меня без конца гнездышки трескались. Важно, чтобы бортики были ровными и целыми, чтобы в процессе выпечки начинка держалась в середине. Теперь выкладываем начинку. Количество каждой начинки рассчитано на 3 гнездышка. Поэтому, если вы выбрали для себя какую-то одну, увеличите количество ингредиентов в 3 раза. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Спустя указанное время извлеките форму из духовки. Начинка из сметаны дала больше всего сока, который разлился по всему противню. Но на вкус это не повлияет никак. Каждое гнездышко сверху обильно посыпаем тертым сыром, измельченным на мелкую терку. Верните форму обратно в духовку еще на 5-10 минут. Я подержала 5 минут. Если хотите, чтобы сырная корочка была более румяной, подержите подольше в духовке. Перекладываем на тарелку и подаем к столу в горячем виде. Гнезда получились очень сочными, вкусными и ароматными. Давайте теперь посмотрим на них в разрезе. С морковкой, луком и болгарским перцем. Со сметаной, зеленью и твердым сыром. С жаренными грибами и маринованным огурцом. Такие гнезда из фарша с начинкой очень простые в приготовлении. Относительно быстро готовятся, особенно если начинку подготовить заранее. И очень вкусные. Мне больше всего понравились с грибами, но это дело вкуса. Друзья, чтобы вы добавили или наоборот изъяли из этого блюда. Пишите свои идеи в комментариях. Очень любопытно узнать ваше мнение. Сегодня приготовим очень вкусное мясо на сковороде. По этому рецепту оно получается очень нежное и мягкое. Особую изюминку сюда вносит уксус. Именно он делает блюдо более вкусным и чем-то напоминает шашлык. Для приготовления я беру 1 кг мяса, 2 луковицы, уксус 9%, 1 столовую ложку, соль, перец по вкусу. Готовить сегодня я буду из свинины. Ее можно заменить на говядину. Только в этом случае нужно увеличить время тушения. Так как говядина более жесткое мясо. Нарезаем на не очень крупные кусочки. Учитывайте, что при обжарке мясо уменьшится в объеме. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла. Нагреваем на среднем огне. Теперь выкладываем мясо. Желательно, чтобы оно поместилось в один слой. Обжариваем до румяности. Сначала мясо даст сок. Периодически его перемешивайте. Если хотите, на этом этапе можете накрыть крышкой. Когда вся жидкость выкипит, мясо начнет поджариваться. Периодически его перемешивайте, чтобы оно обжарилось равномерно со всех сторон. 2 луковицы я нарезаю полукольцами и добавляю к мясу. Тушим все вместе минут 5-7. Огонь можно убавить. Лук должен поджариться до золотистого цвета. Теперь солим, перчим. Можно добавить любые другие приправы к мясу. Очень вкусно будет с приправами к шашлыку. Вливаем 1 стакан воды. Накрываем крышкой и даем потушиться минут 10-15 на маленьком огне. Помним, если вы будете тушить говядину, ей нужно больше времени. В конце готовки добавляем лавровый лист и 1 столовую ложку 9% уксуса. Количество уксуса можно увеличить. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Уксус полностью меняет вкус блюда. Нет ярко выраженного вкуса свинины. Мясо получается очень ароматное, мягкое и вкусное. И полностью отличается по вкусу от обычного жареного мяса. Обязательно попробуйте этот лайфхак. Снимаем с огня и подаем к столу. Подавать можно с любым гарниром. Такое блюдо можно приготовить 1 раз, а потом всю неделю только менять гарнир. Друзья, готовим порционное блюдо из свинины со вкусной овощной начинкой и аппетитной грустящей корочкой. Мясо по этому рецепту получается очень вкусное, нежное и аппетитное. Просто объедение. Такое блюдо можно приготовить не только со свининой, но и с телятиной, куриным или индюшинным филе и даже с рыбой. Для приготовления нам понадобится лук полкило, свиная корейка 600-700 грамм, соль, перец, для начинки помидор, болгарский перец, грибы, соль, перец, зелень, твердый сыр и майонез. Первым делом я приготовлю начинку. Грибы моем и нарезаем небольшими пластинами. Подготовленные грибы высыпаем на сухую сковороду и тушим на среднем огне, периодически помешивая, пока испарится вся жидкость. Грибы готовятся, а мы тем временем подготовим остальные ингредиенты. Сладкий перец нарезаем небольшим кубиком. Я взяла две половинки разного цвета, одну зеленую и оранжевую. Этот кусочек остался у меня из рецепта, где я готовила куриное филе в лодочке из пергамента. Ссылку оставила в описании под видео. Один средний помидор также нарезаем небольшим кубиком. Возвращаемся к грибам. Вся жидкость уже испарилась. Добавляем пару столовых ложек растительного масла. Обжариваем грибы еще пару минут, периодически помешивая. Добавляем сначала болгарский перец. Тушим пару минут, перемешиваем. Затем добавляем помидор. Тушим еще одну минуту. До полной готовности доводить овощи не обязательно, так как они будут готовиться еще в духовке. Наша задача смешать вкусы ингредиентов и выпарить лишний сок. Солим, перчим по вкусу. Пересыпаю в отдельную миску и даю начинке остыть. Затем добавляем к ней нарезанную зелень. У меня микс укропа и петрушки. И 100 грамм твердого сыра, измельченного на крупную терку. Перемешиваем. В рецепте указана еще одна столовая ложка майонеза. Я забыла добавить, так бывает, это рабочие процессы. Вы, пожалуйста, не забудьте. Так будет вкуснее. Начинка готова. Переходим к мясу. У меня сегодня свиная корейка. Я нарезаю ломтиками примерно по 2 см. Напоминаю, что таким образом можно приготовить куриную грудку, телятину, баранину, абсолютно любой вид мяса. Отбивать молотком не нужно. Это не отбивные, а совершенно другой рецепт. Делаем такие вот надрезы. Надрезы делаются для того, чтобы мясо быстро промариновалось и хорошенько пропиталось соками овощей, которые мы уже приготовили. Каждый кусочек мяса обязательно посолите и поперчите по вкусу. Лук очищаем и нарезаем перьями, либо полукольцами. Его понадобится многовато. Он служит подушкой для мяса. И еще в процессе приготовления пустит сок, в котором и будет готовиться наше блюдо. Противень застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем весь лук ровным слоем. Сверху мясо. У меня 7 кусочков. Теперь на каждый кусочек выкладываем столовую ложку с горкой начинки. Аккуратно ровняем, если нужно добавляем. Все зависит от размера мясных стейков. Не бойтесь делать небольшую горку. При выпечке начинка чуть осядет. 100 грамм твердого сыра натираем на крупную терку и посыпаем каждый кусочек. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Примерно на 40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Мясо готово. С пылу, жару подаем к столу. Если хотите, можете оставить чуть на дольше, чтобы сыр подзолотился еще больше. Подаю я обычно с картофельным пюре. Добавляю немного сока, который остался на противне после запекания. Мясо получилось просто превосходное. Верх румяный, а внутри сохранились все соки. Это идеальное блюдо для праздничного стола. Хотя этот рецепт можно также приготовить просто к ужину или обеду. Внутри мясо нежнейшее и самое главное очень сочное. Овощная подушка из лука и начинка сделали свое дело. Мы добились нужного нам результата. Друзья, если вы уже сейчас планируете, что приготовить на праздничный стол или семейный ужин в кругу родных и близких, рекомендую присмотреться к этому рецепту. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписываемся и нажимаем на колокольчик. Шашлык из куриного филе в беконе. Кроме мяса будем готовить еще картофель. Блюдо получается очень нарядным, сочным. Всего немного вашего времени и ароматный вкусный шашлык с гарниром готов. Для приготовления нам понадобится куриное филе, вместо него можно взять куриные бедра, бекон в нарезке 200 грамм, приправа для шашлыка 2 чайные ложки без горки, 1 столовая ложка горчицы, столовая ложка соевого соуса, 1 небольшая луковица, болгарский перец, картофель, для подачи деревянные шпажки, соль, перец. Первым делом подготовим мясо. У куриного филе отрезаем малое филе. Оно небольшое, тонкое, я его откладываю в сторону, буду использовать для фарша в котлеты. А вот основную часть разрезаю пополам, затем каждую половинку режу на 4 части. Кусочки не должны быть слишком крупными. Отправляем филе в отдельную посуду и посыпаем приправой к шашлыку. 2 чайные ложки без горки, будет достаточно. Я не солю, так как соль уже присутствует в приправе. Вы можете добавить соль, если нужно. 1 чайная ложка с горкой горчицы, хорошенько перемешиваем. Вместо куриного филе можно взять бедро или замариновать его заранее. Добавить к мясу 4 часть стакана воды. Пока мясо будет мариноваться, оно впитает воду и будет сочнее. Столовая ложка соевого соуса. У меня чуть закончился. Снова перемешиваем. Будьте внимательны с солью. В рецепте кроме нее есть соевый соус, который соленый. И бекон я выбрала также просоленный. Лучше блюдо не досолить. А на стол поставить небольшую солянку, чтобы каждый кость мог урегулировать салон из блюда. Накрываем пищевой пленкой и пока подготовим остальные ингредиенты. Картофель чистим, моем и нарезаем на небольшие дольки. У меня картофель не крупный, я разрезаю на 4 части. Если у вас большие клубни картофеля, лучше разрезать на 6-8 частей. Заливаем холодной водой и отправляем вариться. Картофель готовим до полуготовности. Поэтому с момента закипания варим примерно 10 минут. Одну среднюю луковицу разрезаем пополам. Затем снова пополам. И каждую четвертинку также делим на 2 части. Болгарский перец нарезаем кубиком. Примерно шириной, как кусочек нарезанного лука. Все продукты подготовлены. Переходим к формированию блюда. Бекон, у меня слегка прикопченый, соленый. Берем по одному кусочку замаринованного куриного филе и обертываем полоской бекона. Бекон делает куриное филе сочнее и дает легкий копченый аромат. Деревянные шпажки замачиваем в воде на пару часов, чтобы они не подкарали во время выпекания. Берем по одному кусочку и нанизываем на шпажку. Желательно делать отверстие со стороны, где закончилась ленточка бекона. Так он не будет разматываться во время приготовления. Чередуем мясо, лук и кусочек перца. Такой шашлык можно приготовить и на мангале. Вот такая заготовка получилась. Один шампур я приготовила с расчета на одного человека. На видео сначала по 4 кусочка, но чуть позже я добавлю еще по одному кусочку мяса. Картофель готов. Сливаем с него воду и пересыпаем в форму, в которой будет запекаться мясо. Солим приправы к картофелю и пару столовых ложек растительного масла. Перемешиваем. Сверху выкладываем шашлык. Накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20 минут. По истечении времени убираем фольгу и оставляем еще на 20 минут. Нам нужно, чтобы бекон подрумянился. По истечении времени достаем блюдо из духовки. Проверяем на готовность картофель. Я еще смазываю шашлык соком, который выделился во время выпечки. Подаем к столу горячим. Блюдо получается очень вкусное и необычное. Со шпажки снимать куриное мясо не нужно. Можно подать прямо на ней, положив палочки с мясом на тарелку. Шашлык по этому рецепту получается очень вкусный, ароматный, мягкий и сочный. С легкой копченостью от бекона. Это горячее блюдо я готовила на праздничный стол. Если вам интересно увидеть и другие рецепты, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.